ДИЖЕЙ РОМА ПАФОС 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 Подготовила видеообращение. ДИЖЕЙ РОМА ПАФОС 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 поделиться сокровенно. Жду, если честно, чего-то грандиозного, неожиданного, сексуального, соблазнительного. Но все же у каждого свое мнение о фестивале и конкурсных картинах. Все-таки фестивальное кино, оно весьма своеобразное, да? Потому что, ну, наверное, именно в этом причина, понимаете? Фестиваль — это фестиваль. Сколько людей, столько и мнений. Главное, что равнодушных нет. Закрывала фестиваль Лен Тарас Путин с Жераром Депардье. Очень патриотичный выбор. Правда, Депардье на закрытие так и не подъехал. Но не страшно. Хватило и Брэда Питта на церемонии открытия. Какой творческий человек не любит поделиться своими планами на будущее? Вот и Юрий Каплан, солист группы, Валентин Стрыхало не исключение. В интервью телеканалу Russian Music Box Юрий рассказал, чего можно ожидать от группы в этом году. Подробности прямо сейчас. Russian Music Box любит принимать гостей, особенно если эти гости популярную украинской группа Валентин Стрыхало. Меня зовут Юрий, группа Валентин Стрыхало. За последние несколько месяцев в моей жизни произошло много знаменательных событий. Солист Юрий Каплан поделился с Newsbox с последними новостями группы. Мы выпустили клип на песню «Знаешь, Таня». Мы очень гордимся этой работой. Она получилась действительно крутой. Это ну прям, наверное, самый крутой клип, который мы снимали когда-либо. Также Юрий приоткрыл завесу над своими творческими планами. Плюс ко всему же активно мы пишем альбом сейчас. Это будет качественно новый уровень в отечественной рок-музыке. Кстати, премьера нового альбома не за горами. Мы презентуем его 20 октября в Санкт-Петербурге и он должен получиться прям сильно крутым. Ответив на самые обсуждаемые вопросы, Юрий поехал на свой концерт. А мы обещаем продолжать знакомить тебя с самыми свежими новостями из жизни твоих любимых артистов. Смотрите нас на Russian Music Box. Многие из вас любят и смотрят программу «Давай изменимся» на телеканале Russian Music Box. Но немногие знают, что одним из людей, работающих над этим проектом, является талантливый фотограф Марина Никитина. И чтобы рассказать о ней больше, мы решили показать вам следующий сюжет. Над проектами Russian Music Box работают только самые лучшие профессионалы и мастера своего дела. К примеру, в программе «Давай изменимся» целая кладезь талантов. Одна из них – фотограф Марина Никитина. Мы решили рассказать вам больше об этой интересной личности, а за информацией обратились к первоисточнику, то есть к ней самой. Для начала она поведала о своих первых шагах в этот удивительный мир визуального наслаждения. По основной профессии я художник-проектировщик. И после того, как я закончила фотошколу, я поняла, что кроме фотографий меня уже ничего не интересует. Институт я, конечно, закончила, причем закончила его с красным дипломом, но поняла уже, что этот диплом, наверное, мне не пригодится. Больше всего мне интересно снимать людей. То есть мое основное направление – это портретная фотография. Снимаю больше, наверное, женщин, чем мужчин, хотя мужчины тоже встречаются в моем творчестве. Был случай, когда подошел мужчина и сказал, что если я не сфотографирую его с девушкой, то он пойдет и прыгнет с моста. После окончания института я уже отдала все свое время фотографии. То есть это стало для меня и любимым делом, и любимой работой. Это стало приносить мне доход. Меня пригласили работать в журнал по вязанию, где я до сих пор работаю. Ну а позже Марина открыла для себя хобби в рамках новой работы. Так получилось, что половина моей семьи связана с реставрационным бизнесом, реставрацией ретро-автомобилей. И в какой-то момент я поняла, что очень интересно снимать красивых девушек с красивыми автомобилями. Я сначала делала это просто для себя. Для удовольствия и для удовольствия девушек, которых я снимала. Потом, когда у меня собралась уже определенная серия такого рода снимков, я поняла, что можно эту серию где-то показать. Мне предложили участвовать в выставке, которая проходит каждые полгода в Крокус Экспо. Выставка называется «Олтаймер галерея Ильи Сорокина». Со временем мы начали привлекать к этому проекту наших звезд, интересных певиц, актрис. И сложилась немаленькая серия. Сейчас, наверное, даже многие меня как-то ассоциируют с фотографом, который снимает с ретро-автомобилями. И, между прочим, хочу пригласить вас на очень интересное мероприятие, которое пройдет в Сокольниках с 20 по 21 июля. Мероприятие называется «Ретро-фест». Там будут представлены мои работы, на которых изображены как раз реставраторы и владельцы ретро-автомобилей. Приходите, будет интересно. Узвезд, что не день, то какое-то событие. Об этом теперь может узнать каждый из их многочисленных подписчиков в Твиттере. В нем некоторые светил нашего шоу-бизнеса выкладывают практически каждый свой шаг. Так, почему же у Вики Дайнека в душе вместо мочалки стоит чашка ромашкового чая? И кто закрыл Глада Соколовского в уборной на бензозаправке? Об этом и многом другом узнаем сегодня в Твит-обзоре. За прошедшую неделю самой активной представительницей российского шоу-биза в Твиттере стала Виктория Дайнека. Даже сам продюсер Вики Игорь Матвиенко совсем недавно заявил. Она живет в соцсетях. Я не понимаю, когда она успеет делать что-то другое, потому что количество ее сообщений во всех Инстаграмах, Твиттерах, Фейсбуках и прочих наполнительных в современной жизни. То есть она превышает. Я не знаю, она у нас СМИ, Вика. Скоро число ее фолловеров в Твиттере достигнет полумиллиона. Однако это неудивительно, ведь жизнь артистки идет ключом. На этой неделе Вика отправилась в Лондон. И судя по бесконечным твитам из звукозаписывающей студии, скоро мы сможем услышать новый жаркий трек от российской певицы. У нас выходит что-то между Снук Догом, Бритни, Уилла Эмом и Мисси Эллиот. Я в таком восторге весь день на студии, что от переизбыткой эмоций начала задыхаться. Упс, я сама свой голос таким не слышала. Кстати, насчет голоса. Прямо перед вылетом артистка простудила горло. По дороге в британскую столицу мысли были только об одном. С горлом просто беда, с настроением, соответственно, тоже. Скрестите за меня пальчики, друзья, плиз. Мне нужно выздороветь в понедельнику. Кто знает, может, именно эта простуда придала особое звучание новому треку певице. Однако с чашкой чего-то горячего Вика не расставалась ни на секунду. Вот и в ванной нашла удачное место ромашковому чаю. Так что мочалка, посторонись. Я уверена, что эта штучка предназначена для других целей. Но мой ромашковый чай там очень удобно располагается. Другое странное лекарство для голоса – это море сладостей. Как пишет сама Вика, меня ненавидят за сладости на студии. И это можно понять, ведь не каждому с таким питанием удается сохранять прекрасную фигуру. Вот, судя по твитам рэпера Джиган, он просто не вылезает из спортзалов, чтобы оставаться в отличной форме. Тренируясь с Женьком, не хочется уходить из зала первым. По скриптам, Женек – вице-чемпион Арнольд Классик. Джиган может и Вику познакомить с Женьком, ведь на сладостях она не остановилась. Запись песни отметила в аппетитной компании. Я решила, что новая песня заслужила ужина с лобстером. Кстати, Вика спокойно могла бы отметить такое событие со своими сестрами по цеху. Судя по твитам Саши Савельевой, группа «Фабрика» также готовит летний хит. Вот так выглядит наша новая песня, скоро вы ее услышите. Пожалуй, больше всех удивил своих фанатов только Влад Соколовский. Все началось с того, что певец оказался в заперти на автомойке. А закончилось кулинарными изысками на даче. Кстати, с этим его любовь к Узбекистану не ограничилась. Так что аккуратнее, киноманы, приснится вам так Равшану Куркова и будете на следующее утро готовить чан узбекского плова. Удастся ли завоевать Владу Соколовскому сердце узбекской красавицы? Узнаем в следующих выпусках твит-обзора. Телеканал Russian Music Box напоминает тебе, что июньский сезон программы «Раскрутка РНБ и хип-хоп-версия» уже подошел к концу. Совсем скоро ты увидишь финальный концерт и узнаешь имя победителя. Также хочу напомнить тебе, что с июля запускается очередной сезон твоей любимой программы, и уже новые артисты будут бороться за право называться лучшими. Не пропусти новые серии каждую субботу в 20.00 по московскому времени. Сегодня это все. Следи за нашими новостями на официальном сайте www.musicboxtv.ru и в наших официальных группах в сети ВКонтакте и на Фейсбуке. Также напоминаю тебе, что у нас теперь появился официальный аккаунт Инстаграм. Подписаться на него можно в биф-поиске Russian Music Box. С вами был диджей Рома Пафос и программа Newsbox на Russian Music Box. Субтитры создавал DimaTorzok